Привет, ребята! С вами Ваня Научись. Сегодня мы разбираем песню Матранг или Мартанг? Матранг. 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 Медуза. Медуза. Поехали! Матранг. 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 Матран версию, а вернее основные аккорды и бой. Ну а для тех, кто ждет сложную фингерстайл аранжировку, совсем скоро она появится в описании к этому видео, так что не забывайте проверять. Ну а всех остальных мы ждем у нас в студии Фасоль в Минске. Обязательно приходите и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Вань, Вань, а что делать, если я живу не в Минске? Не переживай, Катюша, специально для тебя у нас доступно онлайн обучение по скайпу. Ссылку оставлю в описании. Записывайтесь на бесплатный пробный урок и будем заниматься вместе. Итак, друзья, сегодня разберем два варианта игры этой песни аккордами, а именно очень простой вариант без баре и второй вариант будет немножко сложнее с баре. Итак, чтобы не прижимать баре, нам нужен каподастр на пятом ладу и здесь будут стандартные аккорды, их всего три. Первый аккорд АМ, второй аккорд ЕМ ми минор и последний аккорд третий Ре минор ДМ. Здесь, если получается у вас, постарайтесь не прижимать первую струну, чтобы у вас звучало четвертая, третья и вторая. Так будет немножко симпатичнее, но в целом с первой струной тоже звучит неплохо. И используем стандартный бой, мы ранее его разбирали в предыдущих уроках, причем даже я вам посоветую два боя, один немножко попроще, стандартный. Обратите внимание, что аккорд АМ я играю дважды, а ЕМ и ДМ, соответственно, их меняю по одному разу каждый игра. И также можно использовать второй бой немножко поинтереснее, но и в то же время посложнее. Мы ранее его разбирали вот в этом видео уроке, какой вам играть, вы вправе выбирать сами. Итак, второй бой звучит так. Давайте покажу вам его медленно. Ну и далее я обещал версию с баре. Здесь будут аккорды немножко сложнее, но звучать песня будет насыщеннее. Итак, что мы делаем? Убираем каподастр наш совсем с пятого лада и прижимаем следующие аккорды. Итак, первый аккорд будет ДМ. Это баре на пятом ладу. Ре минор. Следующий аккорд будет аккорд Ля минор. АМ. Здесь же на пятом ладу, но поднимаем пальцы выше и делаем аккорд минорным. И третий аккорд будет GM, соль минор. Такой же, как АМ, только пальцы наши мы сдвигаем на третий лад. То есть на два лада влево. Вот что у нас получается. Так, если у вас пока еще не получается баре, дам вам буквально несколько советов. Старайтесь обязательно располагать все пальцы с правой стороны лада. То есть не в центре и не в левой части, а обязательно двигайте их в притирочку к правой стороне. Далее, обязательно помогайте большим пальцем. То есть давите навстречу. Ваш большой палец должен давить на уровне указательного пальца. Он не должен болтаться где-то здесь или здесь, или вообще, не дай бог, у вас висеть в воздухе. Обязательно давим и помогаем нашим пальцем давим навстречу. Ну и не кладите указательный палец просто плашмя, вот так, анфас. Обязательно кладите его на бок, то есть чтобы он смотрел вовнутрь вашей позиции. И вот так вот бачком его располагаем. Ну и кроме того, наш палец указательный, именно тот, которым мы прижимаем баре, неровный, имеет неровности. Это все нормально с вашими пальцами, они у всех такие. То есть что я имею в виду? Здесь есть небольшие косточки, какие-то вот места, где палец имеет уплотнение. Используйте эти выпукания. Используйте эти неровности для того, чтобы именно эти части пальца класть на сложные места. А именно, чаще всего это вторая, третья струна. То есть можете как-то так вот подгадать, чтобы именно вот ваша косточка попадала на сложные позиции. И также можете иногда класть палец с запасом, то есть немножко выше, чем вам нужно. Вот, допустим, в первом аккорде ДМ нам в целом не нужно прижимать шестую струну, но можно это сделать, чтобы вот ваша косточка попала, допустим, на первую струну. Обязательно напишите в комментариях, с какими болями и проблемами вы сталкиваетесь при взятии Борре. Либо заходите в наш теплый чат в Телеграме, теплый чат Фасоль. И задавайте вопросы, где мы подробно обсуждаем все-все-все проблемы и ваши успехи, в том числе и наши. И делимся хорошим настроением. Ссылочку оставляю в описании. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, этот урок был полезен для вас. Напоминаю, уже в это воскресенье, напоминаю, вы же не знали, это я вам сообщаю. Уже в это воскресенье выйдут табы на наш разбор Rockstar, так что обязательно проверяйте. И до скорой встречи, увидимся с вами в следующем выпуске Ваня Научи. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!